Здравствуйте! Я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязание жилетки с капюшоном и сейчас мы с вами выполним горловину. У меня провязана резинка, то есть мы сейчас с вами находимся вот здесь, вот в этой точке, как раз где у меня начинается горловина. Горловина идет вот так, рисовали. Можно пользоваться программой книг. Можно делать по-простому, по-народному. Я предпочитаю второй способ для того, чтобы мне немножко сгладить уголки. Я знаю, что у меня ширина горловины 28 петель и мне нужно провязать до начала ввода игл в работу 36 рядов. Больше в общем-то ничего не надо. 28 петель 36 рядов. Обнуляем счетчик. И мне нужно определиться с 28 петлями. 28 это 14 и 14. Ставлю метки. Вот отсюда у меня пойдет горловина. Раз, два, три, четыре. Вот отсюда. Вот это моя горловина. И сейчас мне нужно сделать убавки. Количество петель, которые я буду убирать, может быть абсолютно любое. Я могу по 2 петли убрать, по 3. Но в данном случае конкретно вообще не важно. Можно убрать там 6 петелек. Смотрите. 4, 5, 6. Вот. Каждые два ряда и убираю одну петлю. Таким образом у меня и угол сгладится и я выйду на хорошую горловину. Еще раз повторю, в данном конкретном случае мне нужно просто убрать острый угол, который у меня остается, если я буду вязать квадратную горловину простым способом расчета. Так, теперь с открытыми петлями, либо с петлями закрытыми, которые у меня остаются в середине. Эти петли мне не нужны. С ними я буду сшивать капюшон. Поэтому сейчас я могу просто снять середину на бросовую нить, чтобы она вообще мне больше не мешала. Снимать можно на любую нить, коромыслом, либо толстой иглой. Я знаю, что вот эти вот петли у меня останутся. Так, эти останутся. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти петли у меня останутся. И с ними я буду работать во второй части. Раз у меня рабочая нить слева, значит начинаю с левой стороны. То есть я знаю, что когда у меня машинка с ручной прокладкой, я могу выполнять одновременно обе стороны, обе части. Когда у меня машинка с нитеводом, сначала одну сторону выполняем, потом вторую. Итак, вот эти иглы. 6 игл горловины. И все иглы, на которых есть петли, я ставлю в переднее положение. И прежде чем я не забыла это сделать, сразу на каретках ставлю частичное вязание. Включаю рычаги, чтобы у меня иглы в работу не взялись, никаким не были поставлены, ни при каких обстоятельствах. Эти петли я буду закрывать постепенно. 6 штук. Я взяла наугад, вы можете взять больше-меньше, как вам нравится. 5-6 игл нормально для того, чтобы сгладить угол. Все, что в середине, этим иглом мне вообще не нужно. Они будут только мешать и перетягивать полотно. Поэтому сейчас я их беру и снимаю на любую толстую нить. Я беру яркий акрил контрастный. Беру кромыслом и снимаю центр на нить. Причем для того, чтобы петли у меня были хорошие и не убежали, я могу на двойную нить их снять. То есть перу не подлиннее, потом завяжу узел, они никуда не денутся. Итак, вот эта часть у меня пойдет на убавки. Вся остальная часть пойдет закрываться. Главное не перепутать и не забрать лишнее. И снимаю на кромысло весь центр. Убрали, заправили внутрь нити. Видите, все иглы свободные. Проверили, что они свободные. Данные иголки у меня будут провязываться. Иглы с противоположной стороны стоят в переднем положении. Рычаги частичного вязания включили. И теперь по схеме провязываем первую сторону до ввода игл в работу. Вот до этой точки. Когда мы уже добавим петли, им не останется только сделать набор петель для того, чтобы продолжать вязание на всех иглах. Итак, провязываем, убирая каждые два ряда, одну петлю до метки. Как только я дохожу до метки, по прямой провязываем 36 рядов. Счетчик на нуле, 36 рядов. Итак, настройки не меняем, ничего не трогаем. Раз, два. Деккер. Убираем одну петлю. Три-четыре. Одну петлю. И так до метки. Еще раз, убрали до метки. И провязываем по прямой до начала прибавок. Петель. 36 рядов. Провязали. Теперь у нас идет обратная часть. Мы увеличиваем количество петель за 8 рядов. Сколько петель буду увеличивать? По 2. То есть за каждые 2 ряда увеличиваю по 2 петли для того, чтобы положиться 8 рядов. На самом деле, мне надо немножечко, всего лишь сглавить уголок. Итак, счетчик обнуляем. 8 рядов. Если я провяжу больше, у меня будет сильно глубокая горловина по спине. Мне это не нужно. Ну и так, ряд. И теперь я делаю прибавку. 2 петель. 1, 2. 2. 2 петли. 4, 5. 5. 6. парочку петель добавляю эта сторона у меня закончена теперь я точно также по тому же принципу выполняю убавки прибавки оформление круглой горловины с правой стороны горловина таким образом не будет готова провязали все мы вышли на общую точку осталось добрать какое-то небольшое количество игл добрать петли и и и и и и и и и